К всероссийской акции за достойную медицину присоединились и ивановцы. Организовали ее под пристальным взглядом Ильича и правоохранительных органов не медики, а пациенты. Ведь рано или поздно с медпомощью сталкивается каждый. И с каждым годом качество здравоохранения только ухудшается. Виноваты в этом не врачи, считают участники акции, а государственная политика. Идет так называемая оптимизация, под которой власть урезает медицинские пункты в районных областях. И, соответственно, мы считаем, что это негативно влияет на медицину в целом. И еще мы знаем, что в бюджете 2015 года предусмотрено меньше денег на здравоохранение. Мы поступаем за пересмотр бюджета, за то, чтобы в бюджете было заложено не менее 5,4% от ВВП на здравоохранение. Медпомощь либо бесплатная, либо качественная. Вот будущее, к которому идет здравоохранение, уверены организаторы пикета. В условиях так называемой оптимизации все больше появляется частных клиник. Для платной медицины сейчас самая благодатная почва. А между тем, Конституция гарантирует гражданам бесплатную и высоко квалифицированную медпомощь. От медицинского сообщества на пикет пришли лишь два врача. По словам организаторов акции, медики запуганы. Они говорят, что их пугают репрессиями, на то, что их могут уволить. И также мы видим, что в Москве идут сокращения медиков. Естественно, они боятся потерять работу. Наталья врач 6-й городской поликлиники. Потеря работы, уверена, женщина не так страшна, как труд, за который не платят. У нас было все хорошо, пока нас не присоединили к 4-й горбольнице. С января месяца, по сравнению с тем годом, у меня зарплата уменьшилась на 8 тысяч. С нас поснимали все лаборантские ставки, потому что на одну врачебную ставку просто нереально жить. Мы подрабатывали еще лаборантскими ставками. Лаборант остался один, и врачи по-прежнему вынуждены выполнять эти обязанности. Правда, теперь на добровольных началах. Товарищ Беляев, наш сейчас главврач, он приходил к нам на конференцию. Он сказал, работайте на ставку. Я спросила его лично, говорю, а очередь будет в 2-3 месяца. Это вас устроит? Он сказал, устроит. Вот и все. Неудивительно, что из-за такого подхода руководства медучреждений и пациенты качеством медобслуживания недовольны. Нет, только желание, чтобы правительство подало в отставку. Одно желание. Потому что они не справляют своими обязанностями и свою деятельность направляют против желания народа. Примерно такой же совет пикетирующий дает руководителю Департамента здравоохранения Михаилу Ратманову. Если и начинать оптимизацию, то только с себя. Наталья Бутарина, Артава Иванова. Продолжение следует...